Житель Уфы через суд отобрал ребёнка у бывшей супруги, которая, как оказалось, занимается проституцией. Любопытно, что о порочном образе жизни женщины он узнал из телевизионных новостей, увидел репортаж о закрытии интимпритона и опознал среди задержанных путан свою прежнюю любовь. Мария, так зовут женщину, уже собирается обжаловать решение суда. Но готова ли она ради дочери завязать с проституцией, выяснял Игорь Крупчинов. На этой съёмке рейд уфимских полицейских. Оперативники нагрянули по адресу, где, по их информации, оказывали интимные услуги за деньги. Дама в чулках с кружевами даёт интервью. Как фамилия и отчества у вас? За что получены эти деньги с сествами? Я не знаю, надо что, просто положить. Просто положить? Да. Оперативная съёмка стала основой для телевизионных сюжетов. Один из зрителей узнал в путане свою жену. Алексей был шокирован, не мог в это поверить. Начал проверять и к своему ужасу нашёл десятки подтверждений. На многочисленных сайтах фото супруги сопровождал пресс-курант с подробным описанием разнообразных услуг. Умеет делать шикарный ***. Это что такое? Это что? Это как понимать? Звонить в любое время. То есть можно и ночью позвонить. Ночь 15 тысяч рублей. Один час 3 тысячи. Два часа 6-7 тысяч. Это лишать надо рейдских прав сразу. Алексей рассказывает, душа в душу, прожил с супругой 8 лет и их дочери уже 6. Всё это время женщина тщательно скрывала, чем зарабатывает на жизнь. Но когда тайна открылась, глава семьи подал иск об ограничении женщины в родительских правах. Собрал целый том пикантных материалов и отправился в суд. В итоге судья решил, что с отцом дочери будет безопаснее. В ходе разыскных мероприятий судебным приставом по розыску было установлено вид деятельности женщины. И в рамках разыскных мероприятий ребёнок был обнаружен перед отцом. Сейчас жрица любви уже не скрывает род своей деятельности. Говорит, несмотря на всё, намерена вернуть свою 6-летнюю дочку. Ведь родительских прав её не лишили. Уже подала ответ на иск. Заявляет, готова даже завязать с ремеслом. Правда, не сразу. Но вот эта деятельность, она наверняка будет перешать вам бороться за ребёнка. Вы как считаете? У меня большие долги. Мне на них надо рассчитывать. Я рассчитаюсь и закончу. Вот только отец ребёнка не верит в то, что его теперь уже бывшая жена сможет завязать со своим прошлым. И готовит новый иск об окончательном лишении дамы родительских прав. Игорь Крупчинов, Слава Твалиев, Вести, дежурная часть, УФА.